Открытый диалог с властью. Череда встреч с жителями городского округа Щелкова, исполняющего полномочия главы Сергея Горелова, продолжается. На этот раз встреча прошла в микрорайоне Заречный. На улице Каспандемьянской собрались десятки людей, чтобы напрямую задать свои вопросы, обсудить важные темы. Такие встречи дают возможность обсуждения насущных вопросов. Сегодня они касались в основном ЖКХ, ремонта многоквартирных домов и благоустройства. Просим детскую площадку в нашем дворе. Комсомольская, 4. Писала вам обращение лично, получила ответ по электронной почте. Написала в Совет депутатов, получила ответ по электронной почте. Проголосовали на Добродел. На сегодняшний день мы на втором месте. Голосование завершилось. Звонила в отдел благоустройства. Сказали, что в принципе мы можем рассчитывать. А мы хотим такую же красивую по губернаторской программе нашей Подмосковья. Сможете вы нам помочь в этом? И еще у меня вопрос по инженерным коммуникациям сразу. У нас в этом году по губернаторской программе 6 площадок было заложено. Естественно, на этот год более губернаторские площадки ставятся не вовы. То, что касается коммуникации. Абсолютно правы, и не только касается детских игровых площадок, в том числе и спортивных. Там, где находятся коммуникации, сделать такие площадки точно нельзя. Этот адрес находится на втором месте. У нас до 5 сентября будет сформирован полный перечень всех дворов, которые мы в следующем году будем благоустраивать. Встреча проходила на месте недавно установленной детской игровой площадки по губернаторской программе. Этот комплекс стал любимым местом отдыха ребят микрорайона. И неудивительно, что, наблюдая за модернизацией игровых зон, жители голосуют за установку подобных в своих дворах. Звучали и другие вопросы относительно благоустройства, а также ремонта многоквартирных домах. Но одним из самых обсуждаемых стал вопрос двойных платежек от управляющих компаний «Перспектива» и ООО «Новые технологии». Этой проблеме не год и даже не два. Последняя находилась в реестре ГЖИ, и, соответственно, жители оплачивали присылаемые от новых технологий счета. Но в ходе разбирательств двух компаний за право обслуживания многоквартирных домов суд вынес решение в пользу «Перспективы». Так, жители оказались заложниками непростой ситуации. И, несмотря на своевременную оплату, получают уведомления о долгах за несколько лет. С 2016 года, значит, образовалось две компании. Мы платили. И так нам ничего не возвращают. Деньги получены, всё нам отвечают. А вчера получаю платёжку, то же самое я дал жениться. Суд постановил, что «Перспектива» должна обслуживать фонд. Из-за этого новые технологии исключения жрецкого лицензия включили «Перспективы». И сейчас идут гражданские правовые отношения. Здесь только в судебном порядке. Можно на новые технологии, на руководство новых технологий повлиять. Аркадий Алексеевич, под свой патронат возьмите, помогите, пожалуйста. За время встречи обсудили немало тем. Такой открытый диалог с властью будет проходить регулярно. Все поставленные вопросы взяты на контроль. По итогам этой встречи жители всем заместителям раздать по направлениям. Сроки определю завтра. И подготовить надо будет ответ всем жителям по тем вопросам, на которые они сегодня не получили ответ.